здравствуйте вы на канале айспик альтернативная история северного причерноморья и кавказа и с вами я ее автор и ведущий олег павлюченко совсем недавно я выпустил фильм сенсация тайна байкала раскрыта подбирая материал для этой гипотезы того что случилось с нашим озером байкал самым глубоким и самым красивым в мире я собрал косвенные доказательства того что на байкале в 60-е годы 19 века случился какой-то странный потоп и сделал предположение того что в 60-е годы 19 века байкал как таковой в современных его границах берега и образовался до этого события байкальского потопа существовало два озера одно озеро это южная часть сегодняшнего байкала то куда впадает селенга и откуда вытекает ангара и небольшое озеро на севере байкала все эти озера мы видим на старых картах причем на огромном количестве этих старых карт а в этих старых картах запечатлена допотопная ситуация но допотопная до первого потопа конца 17 начала 18 веков что же случилось в восточной сибири якутии на чукотке за последние 300 лет и чтобы ответить на все появившиеся вопросы я снимаю второй фильм из цикла сенсация тайна байкала раскрыта под названием речные системы сибири и буду я сравнивать современное состояние этой местности со старыми картами на которых очень отчетливо видны все изменения произошедшие с того момента 17 18 средина 19 веков до нашего времени и как я уже сказал начнем с изменения речных систем а речные системы как мы понимаем привязаны к рельефу местности то есть мы отчетливо увидим картину что реки совершенно в большей части поменяли свои русла и направление течения многие реки являвшиеся реками бассейна северного ледовитого океана вдруг потекли в тихий это касается фактически всего забайкалия изменилась речная система обе изменилась речная система енисея и лены и как это произошло мы с вами увидим на мой взгляд эти мало сказать значительные изменения речных систем которые мы здесь видим и береговых линий примерно вот сейчас таймыр а вот это все было таким сейчас вернее таким стало это какой-то нанос или поднятие литосферных плит вот так вот сейчас появилась чекотка с камчаткой рельеф очень сильно изменился здесь все сложилось в складке и все это прошло в момент первого потопа по моей гипотезе произошедшего на рубеже 17 18 веков и связан этот потоп был с падением вот в этом вот районе очень большого осколками крупного небесного тела который летел примерно по такой траектории вот здесь около камчатки еще один след его падения вот этот первый след его падения вот еще след его падения следующей части следующего осколка вот следы падения осколков вот след падения еще одного осколка и в районе австралии находится самый большой в мире камень вот еще след падения еще одной части вот австралия то есть был разлет здесь плохо видно на этой карте но это все происходило в определенном коридоре траекторий какой-то такой коридор был может быть сюда падали более мелкие части песок вот высыпание песка в австралии вот высыпание песка в якутии но тот осколок который упал в районе северного ледовитого океана он был самый большой и размеры были его совместимы с толщиной атмосферы не всей конечно не трех тысяч километров но по крайней мере с размерами хотя бы тропосферы то есть десяти тысяч метров маяк гипотеза этих событий изложена фильмах из серии три полюса два потопа под названием леля и фильм реконструкция который показывает все произошедшие события еще раз повторюсь это мое мнение и моя гипотеза и делал ее на основе своих умозаключений кому она не нравится и с ней не согласны я ее никому не навязываю а в недавнем своем фильме страшная тайна вечной мерзлоты из этого же проекта три полюса два потопа я высказал свое предположение о причинах образования огромных по площади и глубине слоях вечной мерзлоты на северо-востоке евразии вот здесь вот был примерно след падения а вот концентрические окружности какие-то по которым произошло замораживание почв и вот теперь можно приблизительно сделать выводы о всех поражающих факторах воздействующих на нашу планету в момент первой катастрофы 17 18 веков перечислю еще раз все факторы падение вот этого вот осколка мгновенно вызвало огромный взрыв при этом возникла сейсмоактивность пошли растрескивание и складывания литосферных плит при этом всем тут же начала распространяться по вот таким концентрическим окружностям которые здесь указал от центра краям по окружностям ударная волна от взрыва и это ударная волна вызвала проникновение безвоздушного пространства космического вакуума то есть соприкосновение его с поверхностью земли и этот вакуум мгновенно вытянул из земли все тепло но это так описываю физический процесс достаточно просто то есть прошло заморожение но за ударной волной вот место взрыва который в первый момент была областью повышенного давления выделилось очень много газов во второй момент взрыва она расширилась и произошло падение давления все это стало областью разрежения а ударная волна чередовала области повышенного давления фронт волны который разрушался на своем пути по этим окружностям ее движения а дальше начиналась зона разрежения туда опять же проникал космический холод так называемый забирая планеты с поверхности все тепло за всем этим шла серия цунами серию цунами это вызвало привнесение грузика на ось гироскопа это я рассказывал в своем фильме и серии три полюса два потопа за последние 300 лет в общем литосфера провернулась относительно гидросферы из северного ледовитого океана пошла серия цунами которая в районах распространения ударной волны попала практически в космическое пространство и потому вот здесь вот она вся стала замерзать у нее скорость была меньше чем у ударной волны и она шла уже за ней то есть фактически в разреженном воздухе но сила ее была достаточно огромная потому она здесь замерзала по своему ходу и за ударной волной которая распространялась по колыхающейся земной поверхности фронтом снося все постройки леса деревья животных разрывая туши мамонтов за ней шла водяная волна которая накрывала водой замерзала после того как все это утихло и атмосфера все-таки сомкнулась потеряв практически свою половину массы мы знаем что давление упало тогда достаточно сильно атмосферная в первую катастрофу это давление упало примерно с трех четырех атмосфер до двух а потом с двух атмосфер это давление упало еще в два раза до одной сегодняшней атмосферы но это было уже в средине 19 века так вот тогда когда это все произошло все-таки над вот этими областями атмосфера сомкнулась так как эта атмосфера была взбудоражена кругом образовались вихревые потоки воздуха и все они начали разносить пыль и песок поднятую всей этой катастрофой произошедшие ранее представляете сколько взвеси летало в атмосфере виде пыли и песка а теперь все вместе порассуждаем на этот счет на компьютерном экране и посмотрим как изменились речные системы после всей этой глобальной катастрофы и так в прошлом своем фильме я оговорился и сказал что река ангара вытекая из байкала впадает в лену ну конечно же это моя оговорка просто был большой объем информации которую нужно было передать зрителям конечно же ангара впадает в енисей и сегодня мы разберемся вообще с прошлыми речными сетями которые были до потопа и именно до потопа 17 18 веков которые называют первым но это моя гипотеза кто-то может с ней соглашаться кто-то нет в общем мы возьмем карту тартария сейф магни чами империум как это читается по-настоящему я не знаю но это карта перерисовка и достаточно удачная перерисовка на мой взгляд конца 18 средины 19 веков в этот период она была сделана с какого-то настоящего источника и здесь очень хорошо показаны города и речные сети как раз до потопа и до потопа как я сказал первого почему потому что вот эта вот часть которая сегодня вот такая вот это и есть центр империи той мировой метрополии которую мы сегодня называем тартарией но еще раз повторяюсь она может быть и русью яра и асией пока у нас название такое тартария ну давайте разбираться вот эта карта вот карта современная как изменился мир я уже неоднократно говорил что появилась чукотка появились такие вот очертания в момент падения вот куда-то в эту местность куска лели тектонические разломы изменили ту местность до неузнаваемости я это рассказывал своих фильмах из серии три полюса два потопа леля и также это хорошо показано фильме реконструкция так фильм называется но пока к изменению географии она случилась от тектонических изменений сначала я думал что охотское море появилась вот где-то вот так вот а вот камчатка но андрей кадычанских своих работах найдя город камбалу и описав его потом показал его реально на карте современной и он есть то есть не так произошло изменения вот он камбалу столица империи а андрей его отождествляет с селом арка на реке охота вот этот слив двух рек но сейчас не об этом смысл в том что камчатка реально у нас скорее всего появилась из-под воды если здесь не охотское море то охотское море образовалась вот так вот камчатка вот здесь вот где-то как то вот так вот еще раз попробую показать на меньшем масштабе вот у нас современная камчатка вот очертания охотского моря сахалин если у нас камбалу вот он находится осталось на суше то камчатка у нас наводел и она появилась где-то вот здесь вот вот она и вот она современное охотское море то есть камчатка вышла из-под воды а вот это вот часть утонула вот она здесь находится на дне восточно-сибирского моря какое-то такое изменение скорее всего и вот это вот местность вновь появилась из-под воды но пойдем дальше все таки мы рассматриваем байкал и пойдем к байкалу вот местность озера байкал как мы говорили в предыдущем фильме вот эта часть байкала с вытекающей ангарой а раньше она у нас называлась обе в ту вьюс или флу вьюс то есть обе флу вьюс я извиняюсь что я читаю достаточно плохо по латыни но не в том суть название было ее не ангара вот она у нас вытекала вот прошлое прошлое байкала вот у вас очертания на современной карте вот она шла ангара единственное что раньше тарика которая сейчас называется селенгой сейчас она здесь впадает а раньше она получается впадала с юга вот она впадала где-то здесь такая была примерная ситуация это мы уже с вами рассмотрели и байкал появился от чего как я предполагаю в 1841 и до 1849 года произошли изменения упал спутник я уже показывал часть токламакан и вызвал тектонические изменения во всем районе вокруг и в прибайкале и вот пошла трещина вот так вот где-то растрескалась земля вот эти горы растрескались друг от друга отошли и образовался провал но провал сразу не заполнился водой он существовал достаточно долго вот он этот провал еще здесь его прорисуем может быть вот это вот небольшое озеро здесь и существовало вот это вот но смысл в том что вдруг произошли землетрясения это до сих пор очень тектонический район и произошли они в 60-х годах уже 19 века и тогда добила ситуацию прорвала подземный какой-то водоем или подземное море и она заполнила все вот эти вот территории образовался байкал это моя версия кто-то может с ней согласиться кто-то нет но в принципе это очевидно и действительно это рассказал ссылаясь на иркутский и 1862 года хотя селенгинский потоп вот этот происходил он вот здесь вот не мог не отразиться на городе иркутске также как иркутский потоп другого времени не мог отразиться на селенгинском это событие одно и разделено оно на два года во времени почему потому что скорее всего эта местность только заселялась и особого сообщения не было ну может под каким-то другим данным но начнем искать что же произошло что селенга поменяла русло и теперь впадает байкал с другого бока я думаю все поняли вот падение селенги сегодняшняя а раньше она впадала как-то вот так вот кстати та дорога которая шла железная вот она шла здесь пересекала и шла она дальше сейчас она вот так вот идет через лунде ну ладно немножко конечно вот так вот она была разрушена как раз в момент потопа 17-18 веков и вот она простояла до конца 19-го пока ее не начали восстанавливать но русские и российская империя в эти районы попали скорее всего только после конца вот этой катастрофы 40-х годов 19 века этого так называемого потопа который неоднократно рассматривал Алексей Кунгуров который и засыпал первые этажи по всему миру и только тогда в 50-е годы 19 века действительно сюда пошли первые русские поселенцы кого они здесь встретили сейчас тяжело сказать но есть очень много особенно на tartaria.info на сайте статей которые показывают что действительно находили здесь разбитые города потом есть интересная статья что Иркутск в 70-е годы 19 века сожгли полностью зачем-то и поджигали специально даже дожигали вот эти вот старые постройки каменные причем но этот вопрос тоже пока оставим давайте разбираться дальше с картой я примерно показал проход дороги вот здесь она раньше проходила и так что мы видим на карте давайте пойдем по городам вот города современные Забайкалья два больших центра Улан-Удэ бывший Верхний Удинск кто его так назвал непонятно а вот Чита где у нас могло находиться Улан-Удэ конечно же карта сильно искажена но скорее всего Улан-Удэ мы можем отождествить вот с этим вот городом который называется Куча или с городом Чаалис давайте примерно глянем границы карта конечно же не точная то есть Улан-Удэ у нас находится вот по этой линии фактически скорее всего это действительно Чаалис он находился или именно на месте Улан-Удэ или он находился где-то рядом что мы еще видим здесь за города давайте попробуем найти Читу интересное здесь название города Тарфон достаточно большой город но я здесь даже ходить далеко не буду вот он Тарфон это как раз местность Читинских вот этих вот озер затопленных Беклемишевских Арахлея это все в принципе я думаю мы правильно рассчитали где же находилась сама Чита пока здесь мы никакого города не видим но будем искать то есть Улан-Удэ скорее всего нашли Тарфон мы с вами тоже нашли и какое-то интересное или это область Пейм и город Пенегл находился он скорее где-то здесь а вот здесь вот озера видимо это бывшая куча а вот вообще теперь интересно вот у нас город который называется Ташкент и стоял этот Ташкент на вот это вот самой реке которая называлась бывшая селинга Сур-Флуф какие-то похожие названия это мы обратимся скорее всего к кому-то кто действительно умеет читать латын а селинга мы знаем что текла вот так вот теперь еще раз говорю что она идет немножко по-другому не немножко а вообще по-другому фактически вот и впадает вот здесь вот проходя там даже по Улан-Удэ но в тот момент обратите внимание речная сеть поменялась совершенно в Улан-Удэ текла какая-то другая река Антони Монтес и впадала в какое-то озеро которое было где-то вот здесь то есть вот по Улан-Удэ проходила какая-то река впадала вот в это вот озеро вот эта вот река и никуда больше не вытекала что это было такое что за речная сеть а вот это вот озеро из него скорее всего вытекала Лена или какой-то приток сейчас мы это посмотрим а река которая Ангара она текла вообще в другое место вот сюда вот куда-то к городу Камбалык Камбалу мы там видели как столица а вот какой-то город Камбалык мы сейчас к нему придем то есть речные сети получается совсем другие сейчас в районе Читы протекает река Ингада вот она Шилка с Аноном образуют систему Амура а что было тогда давайте посмотрим вот речная сеть получается вот у нас Ингада здесь не подписано Аргун Шилка это все у нас Зея и вот у нас Благовещенск Кабаровск течет Амур вот она Шилка Аргун вот Амур пошел у нас Зея и Чита соответственно на Ингаде находится а что было тогда примерно район Читы вот Тефлон это Чита где-то должна была здесь находиться а получается что Ингада Читинская текла вот так вот в Лену вот и здесь какой-то был приток скорее всего Шилка та же тоже текла куда-то в Лену вот и вся эта местность называлась Тангут вот он Тангут Черджин вот эта местность называлась интересно то есть Амур у нас начинался вот здесь реки Амура то есть Зея впадала в Амур где-то здесь вот она бывшая Зея то есть Амурский бассейн рек вот он был а Забайкалья все было другим бассейном ну я думаю все это поняли как интересно но пока исследуем жалко я не нашел Читу хотя в ней очень долго прожил в этом городе но будем искать дальше вот еще раз посмотрим на Читу вот эти озера Беклемишевские а вот озера Яравные ну я думаю круглые всем понятно что это какое-то применение опять же как говорит Алексей Кунгуров вооружений круглые озера здесь что-то разбомбили Яравные озера и вот здесь что-то разбомбили и мы с вами подумали что это был город Туфон здесь не видно еще какого-то города но карты конечно же не несут всю информацию еще раз уйдем сюда и посмотрим вот этот интересный город Ташкент который реально находился где-то вот здесь вот этот Ташкент районного нахождения а не совершенно там где он находится сейчас в Средней Азии какой-то город Эмиль еще вот здесь где-то находился эта река скорее всего не сильно изменила приток Селенги вот он вот он еще какой-то Пинглс ну это мы пока делаем все приблизительно смотрите сколько здесь вообще городов знаменитый Тангут находился вот у нас Тангут вот он находился где-то здесь ну пойдем теперь на запад от Байкала и что мы с вами видим я специально здесь не использую карту с рельефом потому что очень долго грузится но и так виднее реки вот опять у нас старый Байкал вот впадение в него рек сейчас она вот так вот впадает и у нас идет Ангара идет она у нас в Енисей а Енисей у нас вот бассейн и как у нас назывался раньше Кафмафлай или Калфимафлай то есть Ангара у нас получается впадала сюда и шла в Енисей сейчас вернее впадает а раньше она отворачивала и шла в сторону современного Красноярска вот и что мы здесь видим вот Камбалык значит это озеро где-то было в районе Красноярска а вот Грустина знаменитая то есть получается что у нас Грустина находилась между Камбалыком который находился в районе Красноярска и Томском где-то место Грустины реально вот 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 у нас пошла уже опь и мы четко видим что из прошлого Байкала вот эта река которая называется Фестулис как Фестусис какой-то проходил мимо Камбалыка мимо Грустины и уходил в опь а теперь посмотрим еще раз речные сети издалека чтобы было всем видно вот у нас опь впадает в опскую губу и рисуем опь она с бассейном Енисея сейчас фактически не связана и шла вот она идет опь впадая в опскую губу большую что у нас получается тогда пойдем от губы вот этот разлом появился скорее всего а опь у нас сейчас вернее на этой карте была вот она идет фактически до Байкала и дальше куда-то идет если это речная сеть Аби потом она идет вернее шла вот здесь вот и вот он бассейн Енисея она соединялась получается и соединялась каким-то притоком давайте теперь бассейн Енисея сейчас посмотрим вот он бассейн Енисея сейчас он соединен с Байкалом но не соединяется ничем с бассейном Аби так же в принципе как он не соединяется с бассейном Лены Лена у нас сейчас вытекает опять синяя возьму, небольшим притоком с гор Байкала, то есть вот из этих гор, она раньше вытекала и шла вот сюда вот, а сейчас, вернее сейчас она вот отсюда вытекает и идет так, а раньше она вот отсюда же вытекала, то есть речные системы изменились совершенно, почему так произошло непонятно, но мы вот рассмотрим, и Лена у нас тоже опять же сегодня не соединяется с бассейном Енисея, вот этим вот, это бассейн Енисея, это бассейн Лены, все, нет соединений, а тогда бассейн Лены тоже в принципе не соединялся с бассейном Енисея и Аби, нигде я не вижу соединения, хотя может где-то и было, но бассейн Аби был огромный, он фактически соединял территорию современного Китая с Этаопской губой, с севером Западной Сибири, через вот это вот Байкальское водохранилище, или действительно озеро, а может быть это было и водохранилище через озеро около Камбалыка, Грустины, и вот так вот все это происходило, но я думаю на сегодня хватит, пусть каждый подумает, что мы можем найти дальше в изучении вот этой вот совершенно неизвестной территории, вот эта территория вся погибла, бассейн, вот это вот бассейн Амура, он стал другим, реки Забайкаль развернулись, они имели получается все северные направления, стали теперь притоками в основном Амура, кроме Лены, водораздел где-то произошел, бассейн Алены и Амура, вот в этих вот местах, а раньше водораздел был вот в этих местах, гораздо восточнее, в районе Зеи, вот еще раз посмотрите на эти водные бассейны, чем они отличаются друг от друга сегодня, ну картина совершенно измененная, про Каспий я уже говорил, Каспий имеет совершенно другую ориентацию, и мы видим еще очень сильные бассейны Амудари и Сырдари в него впадавших, тут надо искать, может быть где-то бассейн Аби соединялся еще и с бассейном либо Волги, либо какой-то другой реки, впадающей в Каспийское море, но сейчас все вспомнят мой фильм, что реки не дороги древности, но реки не дороги древности при бурлаках и парусном оснащении флота, а вот при нормальном паровом, либо с применением других двигателей, реки тут же становятся реально дорогами древности, и если они еще при том климате не замерзали, а климат был, как мы уже поняли, совершенно другим, другое давление, он был теплым, в смысле до потопа 17-18 веков, при этом действительно могла существовать очень серьезная водная сеть и использоваться действительно как дороги, может быть на этой карте не нанесены каналы, но реально соединить сеть Аби, вот этой огромной транспортной сети с европейскими реками, может быть было достаточно и возможно, вот совершенно узкие переходы, вот здесь поставь канал, все, и ты с Аби попадаешь тут же в Волгу, или здесь где-то соедини каналы и попадешь в Амударию, вот еще сравнение, получается, что Абь у нас фактически шла откуда-то отсюда, и вот сюда, то есть это была совершенно серьезнейшая река, скорее всего она также соединилась с Волгой, вот бывший Каспий, вот системы Амудари-Сыдари, как-то она еще могла соединяться и с этой системой, ну с системой Енисея, как мы видим, она реально и здесь соединяется через приток, непонятно, как система Лены соединялась, сейчас она, Лена течет вот так вот, раньше Лена текла вот так вот, не видно здесь соединений, еще какая-то интересная река, достаточно большая, шла и впадала в какое-то озеро, и тоже соединений не видно, а Амурская система совершенно короткая была, вот Зея, вот какие-то притоки, то есть вот система Амура была гораздо меньше, чем сейчас, это сегодня бассейн Амура отсюда начинается, а раньше получается все реки за Байкалье текли на север, поправка к моим прошлым фильмам, получается серия цунами не прокатилась вглубь материка из Северного Ледовитого океана в районах Восточной Сибири, Якутии и Чукотки, там на поверхности планеты образовался фактически космос, область очень сильно разреженного давления, и этот космический холод, вернее не холод, а вакуум, вытянул все тепло с поверхности Земли, образовав там вечную мерзлоту. Как это произошло? Я это уже показывал в своем прошлом фильме. Страшная тайна вечной мерзлоты. По моей гипотезе, это мое предположение, может быть это было конечно и не так, в этом районе упал большой кусок осколок космического объекта. Я предположил, что это осколок объекта, находящегося на орбите, лели, спутника Земли, вроде бы как естественного. И от этого спутника, от удара и взрыва, пошла ударная волна. Вот такими концентрическими окружностями. Причем вот в этой вот местности, западной Сибири, что-то случилось такое, что ударная волна не прошла. Она пошла дальше, на юг. Но серия цунами, которая образовалась из-за проворота гидросферы вокруг литосферы, и это очень хорошо показал в своих фильмах из серии Триполюса «Два потопа». Моя гипотеза такая. Вот здесь вот прошли серии цунами, которые слились вниз туда, в Каспий. Здесь они тоже распространились, потому что вечной мерзлоты здесь нет. То есть открытое пространство было, не замерзшее. А вот восточная Сибирь, Чукотка, где вечная мерзлота образовалась, и причем по побережью Северного Ледовитого океана здесь максимальные толщины, это вечной мерзлоты, они проморозили вот эти вот области разрежения. То есть представьте, что здесь атмосферу просто сдуло в момент удара, как я это показывал в своем же этом фильме про вечную мерзлоту. Пошла волна, серия волн, но она замерзла. Скорость движения ударной волны была выше, чем скорость движения серии цунами. А действовать они начали одномоментно в момент взрыва. То есть взрыв сначала нагрел большое пространство, а потом собрал высокое давление от испарившихся газов, получившихся. А потом здесь во второй фазе взрыва образовалась область пониженного давления, фактически вакуум. И дальше ударная волна у нас понесла вот по такой вот диаграмме давлений опять же космический холод области. Повышенного области, пониженного давления. И пониженное давление, вакуум, соприкасался с поверхностью планеты практически все время прохождения волны, все эти площади. А за ними шла водяная волна Северного Ледовитого океана, которая дошла примерно, по моим расчетам, где-то вот до сюда. И здесь она замерзла. Она промерзала практически весь свой путь. Потому вечная мерзлота и представляет собой фактически замерзшую волну, забросанную грязью. Грязь потом начала оседать, когда это все утихло. Начались пыльные бури. Сама ударная волна несла огромное количество содранной с поверхности планеты грунта, воды, деревьев. Вот так это все здесь и заморозило. То есть далеко за границей зоны серия цунами не проникла. Она смерзлась фактически вот в этих вот местах, где мы видим максимальную плотность мерзлоты. Также получилось, что Камчатки не было, а это было два острова в Тихом океане. И они также подверглись заморозке. Вот эти две большие области максимальной вечной мерзлоты. Вот здесь вот вода куда-то сюда успела прочечь и сложиться. Что здесь произошло пока непонятно. Но смысл в том, что вот эта вот вся территория максимальной вечной мерзлоты это смерзшаяся вода. Здесь она проскочила, эта вода не смерзаясь, попав в Каспий. А вот в этом месте она вся замерзла. Причем еще раз говорю, что по оружающим эффектам ударной волны, кроме создания вечной мерзлоты, было практически перемешивание и разбивание всего, что находилось на поверхности. Вплоть до гор. Вот почему мы вот в этих местах и видим северо Евразии, и видим фактически разорванные туши мамонтов, которых сначала разбила вечная мерзлота, ее фронт разорвало, а потом залило водой, которая тут же замерзла. В общем, вы наверное поняли, почему на побережье Северного Ледовитого океана и наблюдается самый большой слой этой вечной мерзлоты. Плюс к этому всему еще действовали, как я говорил, тектонические изменения. Вот эта вся территория подверглась огромным землетрясениям. Это все действовало, представляете, одномоментно. Расколы земной поверхности на Чукотке все в гармошку собирало. При этом пронеслась ударная волна и еще пошла волна, которая представляла себя серию цунами в несколько сот метров высотой. И, кстати, толщина вечной мерзлоты вот в этих вот местах показывает фактически высоту волны. Вот эти самые 900 метров. Но так как мы рассматриваем Байкал, что хочется сказать, что вот в этих местах в катастрофу, это мы все рассматриваем катастрофу, первую катастрофу конца 17-го, начала 18-го веков. Вот эта вот территория фактически не пострадала от воды. Сюда вода просто не дошла. Она вот до Алтая дошла и здесь слилась. А Байкал оставался вот таким, какой он был на рассмотренных нами картах. Здесь, конечно, погибли, видимо, все. И фактически с момента катастрофы вот этой вот первой 17-го, 18-го веков до катастрофы 19-го века эти места, скорее всего, были практически безлюдными и заселялись, как Кубань. Потихоньку. Только не Российской империи, а остатками Тартарии. А центр Тартарии вот отсюда, с района Камбалу, Тартара-Мангула, с района Грустины, скорее всего, переместился на Тибет. Куда в 19-м веке в середине и упал еще один кусок уже Фаты. И тектонически изменил все вот это вот пространство. До сих пор зона землетрясений. При этом пошла опять та же самая ударная волна от взрыва. В общем, я думаю, все поняли, что после момента первой катастрофы озеро Байкал тектонически не изменилось и представляло собой тоже маленькое озерцо, которое мы видим на вот этой вот карте. Вот оно. А соответственно, как мы видели на карте вечной мерзлоты, она сюда распространилась, значит, до сюда и дошла ударная волна. Все вот эти города, Чалис, Тарфон, Куча, так называемая, я перевожу, как могу пока эти названия, вот Ташкент, с областью Ташкент, Асти какое-то. То есть, вот здесь все, конечно же, погибло. И границы распространения вечной мерзлоты, они примерно вот у нас Грустина, Камбалык, они как раз лежат на границе этой вечной мерзлоты, которая здесь все проморозила. Но тектонические изменения, еще раз говорю, до сюда не дошли, они там где-то закончились. Землетрясение. До середины 19 века Байкал оставался таким, каким он есть на этой карте. То есть, вот таким вот. И маленькое озеро еще оставалось вот здесь. И упавшая потом часть в 19 веке в средине Фаты вот сюда вот вызвала такие же тектонические изменения, растрескала земная кора. Произошел скорее всего вот здесь вот разлом в 40-е годы 19 века, который в 60-е годы по моей реконструкции заполнился подземными водами. А этот удар где-то вот здесь происходил. Вот это вот все. То есть, вот пошли все тектонические изменения. А ударная волна, действующая здесь в момент вот этого удара, сюда упал большой кусок осколок Фаты, выделилось опять же огромное количество энергии, произошел взрыв, оно все стесало аж горы. Начались опять в момент удара расколы земной поверхности, земля вздыбилась и действия ударной волны в тот момент огромнейшего этого сгребло вот эти вот Гималайи. Вот они Гималайские горы, как раз они находятся по виду ударной волны прохождению. Она пошла и дальше сюда она пошла здесь все превратив в пустыню. То есть ударная волна была первичным фактором в этом ударе, что она фактически все с земли сгребла и подняла в воздух. Но об этом мы будем говорить позже. То есть тектонический разлом сороковых годов девятнадцатого века произошел вот здесь. Потом в шестидесятые годы под тем свидетельством, которое я приводил в предыдущем фильме сенсация тайна Байкала раскрыта. Он просто заполнил вот эту всю область водой Байкала. А вот эти все сибирские города восточно-сибирские и забайкальские были разрушены ударной волной и сморожены. Еще раз рассмотрим районы таких городов как Грустина и Камбалык. Как я уже рисовал вот старый этот Байкал. Вот вытекающая из него Ангара. Но пошла она не сюда на этой старой карте а пошла она к Красноярску. Вот сюда вот. Вот у нас Камбалык. Здесь где-то было озеро. Вот это вот. Здесь находился Камбалык. А дальше в районе Томска этот район рассмотрим у нас находилась Грустина. Тоже вот она Грустина от Камбалыка. вот видимо здесь шла эта река и где-то здесь было вот это вот озеро. И как мы видим по карте Вечной Мерзлоты, а как я уже сказал, она соответствует карте распространения ударной волны. Вот у нас Красноярск, вот он Томск. Вот она бывшая Грустина. Там Камбалык. Смотрите, как-то странным образом сюда вечная Мерзлота не проникла. То есть ударная волна здесь не проходила. Что здесь могло защитить эту территорию? Однозначно не рельеф. Какие-то интересные видимо технические сооружения защитили вот эти территории от распространения ударной волны. Вот он взрыв, вот ударная волна еще раз концентрически распространяющаяся. Вот здесь она не распространилась почему-то вот здесь распространилась и вот здесь она пошла. Она, как мы знаем, идет от центра. Что здесь ей помешало? Пока сказать тяжело. А воды потопа они сюда попали, но видимо уже с небольшой скоростью. То есть они прошли по востоку Уральских гор, сюда они пошли разбитые Скандинавии, но основной поток прошел по востоку Уральских гор. Сюда он, конечно, тоже попал. Залили это территорией, но скорее всего при таком загибе уже сила волны была небольшая и все слилось в этот Каспийско-Аральский бассейн. Здесь волна была остановлена космическим холодом вот в этих вот районах наивысшей вечной мерзлоты. Ну такая картина получается у меня. Это, конечно, всего лишь гипотеза. Мы будем ее еще исследовать, но собрав фактически все свидетельства, карты и все, что я вам привел, у меня рисуется картина такая. У кого-то, конечно, может быть, она другой, эта картина, кто-то будет по-другому это объяснять, но моя версия, вы ее услышали. Ну что я могу сказать дальше? Видимо, после первой катастрофы, произошедшей на рубеже 17-18 веков, территория Восточной Сибири вместе со всем миром начала восстанавливаться выжившими людьми. Где они выжили, пока сказать тяжело, но я предполагаю все-таки большая часть населения Тартарии или той восточной части Евразии, которая фактически погибла от того, что я вам сейчас рассказывал, от тех поражающих факторов. Видимо, она собралась где-то на Алтае и на Тибете, но об этом позже. Кто-то начал восстанавливать все-таки эти территории. Где-то к 18 веку к концу начали засаживать деревья, к концу 18-го, начало 19-го. Вот этот возраст деревьев в Сибири 200 лет. 2017 минус 200 лет это получается 1817-й. То есть действительно высадка лесов происходила в начале 19-го века, но в середине 19-го века произошла, как мы уже поняли, вторая катастрофа, которая опять взрывной волной часть из этих лесов уничтожила. И самое интересное, что опять вторая катастрофа в середине 19-го века была вызвана падением большого осколка опять спутника, по моему предположению, который летал вокруг Земли по другой уже орбите. И эта часть, мы видим ее четкий след в виде пустыни Токламакан. Так вот, эта катастрофа произошла приблизительно в 40-е годы, с 1841-го по 1849-й год. Опять это по моему предположению. И снова этот кусок второй упал в то место, где, видимо, был отчак восстановления прежней цивилизации, которые, как я уже говорил, перебралась туда из разрушенных районов северо-востока Евразии, на Тибет. Там ее опять достали. И вот в тот момент этого удара сейсмологические изменения плюс ударная волна и изменила тектонически все при Байкалье. Ну, соответственно, из-за Байкалья. Как я уже говорил, трещина сама байкальская образовалась, видимо, в момент этого падения куска, в 40-е годы 19-го века, а в 60-е годы 19-го века там образовался очень большой сейсмический район, видимо, землетрясения трясли неустоявшуюся кору, и произошел прорыв какого-то подземного моря с этой трещиной, и оно и заполнилось теплой водой. И вот мы с вами рассмотрели два исторических сведения, документа, события в Иркутске и события в Селинге, в Селингинский потоп, произошедшие в 1862-м, либо в 1864-м году, но это было все-таки одно событие. Мне тут прислали, что это было в 1861-м году, еще одно свидетельство. Но это все были одни события этого потопа, то есть произошло землетрясение, люди еле на ногах стояли, и вода заполнила вот эту чашу, трещину, образовавшуюся между тем маленьким озером, которое сейчас юг Байкала, и тем маленьким озером, которое было на севере Байкала. А та железная дорога, по которой строили Транссип, она существовала, видимо, еще до первого потопа. И пути этой дороги строилась Транссибирская магистраль. Все время межпотопья, с начала 18-го, посредину 19-го века, скорее всего, в этих местах толком никто не жил. Они только восстанавливались. И пришедшие в конце 19-го века, во второй половине 19-го века туда русские первопроходцы нашли разбитыми города, вот как Владивосток, совок и крепостями, какие-то части городов Сибири, которые стояли в тех местах еще после первой катастрофы. Добавлю только одно, что весь Байкальский регион и сегодня является одной из самых активнейших сейсмологических зон на территории нашей страны. А теперь до свидания, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии. до следующих встреч.